Добрый вечер, мои солнышки! Добрый вечер, любимые зрители моего канала! Сегодня тема разговора пойдет очень серьезная. Сегодня я хочу вам рассказать, как я вылечила своего мужа от очень тяжелого и страшного заболевания, отек к венке, и почему ему не помогли врачи. Хочу поделиться с вами своим опытом, как я составляла план лечения, исходя из чего составляла. Возможно, кому-то это впоследствии поможет, и я буду счастлива, что люди выздоровеют. Смотрите, у нас в Краснодаре уже года три постоянно чем-то вечерами и по утрам в часов 5 утра вечера, в часов 12 ночи опрыскивают улицы. То есть это не вода никакая, это не чистящее средство, это какая-то примесь, какой-то гаре. У меня муж никогда не болел никакими аллергенами, то есть у него не было никакой аллергии ни на что. И тут ни с того ни с сего у него резко начинаются по всему телу страшные такие пятна розового цвета, раздувают лицо до неимоверных размеров, то есть веки, само лицо, шея, но начинают плохо дышать. Вот прям это вот в считанное мгновение у него начал прогрессировать этот отек венки. Я сразу схватила интернет, стала читать симптомы, насколько это опасное заболевание, и естественно вызвала скорую помощь, которая мало того, что приехала через полчаса, сделали один укол противоаллергенный, ему немножечко отдышка ушла, начал спадать этот страшный зуд, который начался по всему телу, и все, и сказали, мы вас можем госпитализировать, вот, и там врач вас будет лечить. А куда госпитализировать, если это ночь? И врачи ночами не лечат у нас в Краснодаре, не оказывают никакой серьезной помощи. Ему стало на несколько часов лучше после этого укола, а дальше еще с большей степени вот эти вот пятна аллергенные разошлись по всему телу, по всей спине, по рукам, по ногам. В итоге разбухло так лицо, что глаз было не видно. Я эту фотографию вам не буду показывать. Все, кто знают, как выглядит отек венки, это что-то страшное. То есть глаз не видно, лицо все раздутое, губы раздуты, нос раздут. То есть все слизистые оболочки. Это страшные вещи. И страшный зуд идет до такой степени нереальный. Я второй раз вызвала скорую помощь и уже стала своей знакомой звонить в Москву. Получается, у нее есть связи, то есть врач, который работает, именно военный врач. Вот. И нам дали совет. То есть можно купить гормональный препарат нового поколения, но опять-таки на каждом человеке они оказывают разное воздействие. Я залезла в интернет, посмотрела, как люди там лечили, какими препаратами. Название этих препаратов я не запомнила. И мне стало страшно. Второй раз приехали врачи и сказали, давайте садитесь, мы вас госпитализируем. Опять сделали обычный укольчик, который снимает, да, вот там, такие симптомы зуда, да, и отдышки. И повезли нас в больницу. В больнице уже несколько людей с вот этим отеком сидело. Можете себе представить, девушка молодая сидела покрытая, все лицо, все руки в пятнах таких же, с раздутым лицом, вся чесалась. Мужчина сидел и мой муж. Получается, у них взяли анализ крови и повели их в другой корпус. А нам, кто, родным и близким, да, кто был с пациентами, сказали, все, перед вами, мои хорошие, двери захлопываются, ничего мы вам сообщать не будем, и впускать мы вас не будем, и никакую информацию дать не сможем. А это было, сейчас я вам скажу, в каком году, это был 2021 год. Это как раз после вот этого коронавируса 2020. Все, информация вся засекречена. Я была в шоке. Как вы? Говорю, вы забираете от моего мужа, говорю, как вы не будете мне какую информацию давать? Сказали, три дня не ходить, что ничего не расскажут, ничего не скажут. У меня сразу было какое-то предчувствие, что он может оттуда не выйти. Вот у меня вот такое вот ощущение было. Я говорю, давай, собирайся, все, бежим отсюда. Бежим отсюда, и я буду тебя сама лечить. И все, и мы побежали с этой больницы, мои хорошие. Прям выбежали оттуда, он весь чесался. Да такой ужин говорит, господи, хоть бы мне до дома дойти. Я говорю, подожди, мы сейчас по пути забежим с тобой в фермерский магазин. Я куплю курочку, минорку. Именно у кого есть возможность, берите не вот эти вот курицы, как сказать, которые продаются в обычных сетевых магазинах. От них не то чтобы польза, от них больше вреда. А нужно брать, у кого есть возможность, домашнюю курочку, либо фермерская, минорка, худенькая. Вот их бульон очень лечебный. По крайней мере, вот из того, что сейчас можно купить в магазинах, либо в фермерских магазинчиках, это более-менее нормальный продукт, вот минорка. И мы забежали, купили эту курицу. Я отварила бульон, прям такой хороший бульон. Начала его отпаивать. И вспомнила про средство супрастин. Но мне нужно было еще и подтверждение. Я побежала в аптеку, и что вы думаете? Мне врач сказала, девушка говорит, возьмите супрастин и прям по 4-5 таблеток в день давайте. И вспомнила про это средство энтеросгель, который очищает печень. Потому что если идет внутренняя интоксикация организма, вот этот препарат, он очень хорошо блокирует вот эту интоксикацию и выводит с фекалиями и с мочой через пот. Вот этот вот препарат. Он очень хороший, мой хороший. Получается, супрастин мне обошелся в 129 рублей. Но на тот момент я его купила в таблетках, он еще дешевле был. Здесь у меня раствор для внутривенного и внутримышечного введения. 5 ампул по одной ампуле. Получается, в одной ампуле по 1 миллиграмму. Вот он. Вот так вот он выглядит. Тогда я не додумалась взять, получается, в ампулах взяла в таблетках. И стала давать по 2 таблетки утром, днем и вечером. То есть удвоенную дозу. И энтеросгель тоже отдавала за 30 минут по 1 столовой ложке. За 30 минут до еды натощак, получается, запивая хорошим таким стаканом теплой воды. Ему стало становиться лучше. Буквально через 2 дня у него стали проходить вот эти пятна. И на первый же день у него перестала быть отдышка. Это когда вот шею раздувает. Это вообще-то настолько страшное заболевание, мои хорошие. Поэтому врачи не собирались даже лечить, мои лапочки. И если бы мы дальше тянули время, это неизвестно чем могло все закончиться. Что я вам из всего вышесказанного хочу сказать. Это уже проверено полностью средство. Оно средство старинное. Тогда, в те времена, у нас была медицина на высочайшем уровне. Все наши ученые, все наши медики, они сейчас находятся не в нашей стране, а за рубежом. Все эти средства, они запатентованные. Если вы думаете, что если сейчас, да, производят много новейших препаратов на гормональной основе, что они лучше, не факт, мои хорошие. Честно, стоят они бешеных денег. Но нам, вот в данном случае, помог вот самый обычный супрастин. И в этот раз у него снова началась, получается, реакция. После вот этого отека к венке у него какой-то вот этот аллерген все равно устоялся в организме. И получается, как только начинает свисти амброзия, либо еще какая-то пыль, пыльца в воздухе летает, либо распыляют вот эту вот гадость машин, распыляют именно асфальтные наши дороги, асфальтированные. Как проявляется аллергия? Начинают глаза слезиться, чесаться, и по раз 20 у меня муж начинает чекать. Чихает, 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 не может спать, слезятся глаза, краснеют, и состояние слабости, очень сильной утомляемости. Все, я купила этот препарат супрастин для внутримышечного введения. И сделала сразу на утром сегодня ухольчик. То есть у вас дома всегда должны быть шприцы от 1 до 5, ой, от 2 до 5 миллиграмм. Вот у меня пятерка оказалась. Я, кстати, заметила, что у всех шприцов, у которых вот, чем больше до кубиков у них, тем вот длиннее игла. Так вот это эффективнее. Чем длиннее самая иголка, тем быстрее раствор попадает в кровь и уже действует по всему организму. Поэтому не берите себе малюсенькие эти шприцы из целей экономии. Берите нормальный шприц 5 миллиграммов с нормальной хорошей иглой и нормально внутримышечно колите. Значит, в инструкции написано, колоть одну ампулу от 1 до 2 ампул 1 раз, вернее, если вы колите одну ампулу 1 раз в день. Но если уже усложненная идет ситуация, то нужно колоть 2 ампулы, то есть утром и вечером, мои хорошие. А так, получается, в упаковке их всего 5. То есть можно сделать, если у вас такая слабая форма аллергии, да, можно сделать и 5 уколов. То есть по одному уколу раз в день. Если усложненная форма аллергии, то тогда, получается, 2 раза в день нужно колоть в течение 5 дней. И энтеросгель, чтобы он прочищал печень и выводил все шваки. Вот, то есть получается по 1 столовой ложечке натощак за 30 минут до еды 2 раза в день. В течение 7 календарных дней это нужно делать. В течение недели, чтобы вывести всю интоксикацию с организма. Вот такой простой способ, моя хорошая. Всегда держите дома перекись водорода 3% чтобы у вас всегда были спонжики, чтобы у вас всегда были шприцы. И вот такое обычное, простое средство. И поверьте, супрастин, он лечит, там огромный спектр заболеваний. И кожные дерматиты, и риниты, и отек к венке, и крапивницу. А крапивница там тоже с ума может сойти. У меня когда-то была крапивница, у меня даже шрамы остались на руках такие вот, неглубокие. Но это ужас какой-то был. И тогда я не знала, что это лечится вот обыкновенным, недорогим препаратом, нашим, старого образца, старого поколения. Но настолько эффективно. Вот такое видео, мои лапочки, хотела для вас записать. Будьте здоровы, не болейте и лечитесь, грамотно лечитесь. Не бегите сразу по врачам. В последнее время они не столько лечат, сколько калечат, мои хорошие. И это уже факт, к сожалению, остается. Поэтому, мои лапочки, будьте здоровы, всех люблю, целую. И до встречи на моем канале.